Инквизитор Мартир Иван Кенобенко пишет, гулять так гулять, если попадутся еще лишние толковые чертежи, пришлю еще, а так на 50-м открывается Войт Крусейд, можешь нафармить шмотки и опыт там. И вот, как видите, дофига ресурсов разных, которые мы могли получить от разбора предметов по большей части. Ну или надо было задротить дофига дополнительных заданий, так что спасибо Ивану, это немного, может быть, сократит доп. миссии. Но я все равно буду до сотого уровня добираться, в принципе, поэтому думаю, что нафармил бы, но лишнего не будет. Инокулятор, забираем чертеж. Так, это во-первых, во-вторых, что такое у нас уже есть, что ли? А нет, странно. Что-то он не пропал, во-вторых, я купил улучшение кузницы, так мы достигли 50-го левела, я правда не пробовал ничего перековывать, у меня нет предмета 50-го уровня. Как видите, мультимильт 46-й, гравиган 46-й, ну броня, соответственно, тоже все меньше, меньше левел, чем требуется для перековки. А вообще куется вот здесь, то есть вот эта вкладка, сюда перетаскиваете предмет, его ячейки, максимум, я так понимаю, 6. Может быть, там было написано, что чем круче предмет, ну, то есть реликтовый там, или еще даже и с искрой славы, красный, либо оранжевый, там будет ячеек больше, у фиолетовых там, у зеленых, синих будет меньше. Зависит от качества предмета. Ну как все это будет перековываться, тут можно осколки перековывать, заблокировано, а вот чтобы разблокировать эти функции, надо опять качать дальше мастерскую, но у меня не хватает ведь очков судьбы. Поэтому, как нафармлю, прокачаю, надо ее будет целиком, я думаю, все прокачать, ибо сейчас экономить смысла никакого судьбы нет, дополнение я куплю и за донат, который сбросил Денис. Найт-цель он, в принципе, сбрасывал, вот. Поэтому перекуем все это добро, можно, конечно, поднять уровень предметов, опять же, в самой мастерской, но это деньги. Я думаю, что... Подожди, там вообще это за судьбу делается или нет? Так, модификация. Смотреть, надо вынимать. Я сейчас уже не помню. Сейчас посмотрим. И создать чар, улучшить... А, не улучшить мы можем. Плюс 5 к целостности предмета добавить. Так, а это на 2 уровня, повышение уровня. Только вот опять же, повышается он на 1 левел или на 2 сразу. Там, по-моему, до 5 можно прокачать в оружейке, чтобы сразу повышалось за 1 грейд. Короче, это будет стоить очень дорого. Каждое последующее улучшение будет стоить еще больше денег. Я думаю, что мы, может быть, мультимильт просто найдем более высокого ранга. Не хочу я тратить деньги, они подарены. Так сказать, про запас. Но я постараюсь уложиться в ту сумму, которая была у меня. То есть, непосредственно в моей компании. И не перебирать. Кстати, у нас одну очку налогов, которые мы не распределили с вами. Физическое и термическое сопротивление. Так, очки здоровья. Вот эту ветку бы я тоже докачал. На, пускай при... Ммм, еще 2 очка. Так, за каждое вылеченное 10 очково-зарое персонаж получает 1 очково-подавление. В общем-то, неплохо, потому что порой бывает, что возможно убежать. Вражеские атаки наносят минус 20% урона-подавление, пока у персонажа больше 50% очков здоровья. Можно вот это вкачать. Продолжение следует... Инокулятор восстанавливает плюс 20% очков здоровья Кстати, тоже пригодится, потому что у меня медленно идет восполнение Порой слишком высокий дамаг наносит, чтобы быстро восполниться Бывает, что даже и не успеваешь Под инокулятором восстановить хп Вот у меня был тестовый бой, когда я как раз молотком бегал Даже под инокулятором, представляете, убили в ближнем бою Кто-то писал в комментариях, что ты че, класс крестоносец Предполагает, что с молотком и штурмовой брони он там всех должен крушить Да вот должен, да не обязан, с таким усилением, которое у меня есть Мне чувака убили за секунду где-то Причем я использовал инокулятор в этот момент И все равно его убили, он прыгнул просто в толпу Мелочи, их там было много, да, я их прыжком раздавил часть Но те, которые остались, они его застрелили просто То есть щит включил одновременно инокулятор, и они его убили за секунду Вот примерно такой геймплей Поэтому только на дистанции, никаких сближений И нахер все это надо Итак, у нас задание угрозы друг Харри Тень Кому Арага Исследовать подозрительное укрытие темных эльдаров Давайте сразу пошли на миссию Может какой-нибудь челлендж выполним Возможно Минус 62 к носимому урону Плюс 103 к получаемому Все стандартные, возможные усиления Очки опыта 2500, слава 15 Судьбы 3 Влияние системы 15 Моя догадка оказалась верной Мне удалось спасти лорда Комиссара от темных эльдаров Ротванг скоро очистится от их заразы Но этого недостаточно Они должны заплатить крови за это вторжение Мой техножрец отследил местонахождение Хорошо спрятанной базы темных эльдаров С неожиданной атакой я смогу уничтожить их лидера И уничтожить эту гниль раз и навсегда Но единственное, что смущает это задание на время Если тут не будет таймера, то все выполним Как-нибудь Ремесленники страдания Че, никакого брифинга Ищите присутствие темных эльдаров Ну ладно, будем искать Так, здесь мы пробежать не можем, как ни странно Подкрепление, подкрепление это хорошо Я люблю подкрепление Подкрепление is good Это не good Немного ли там у него хп у Короносца Это какие-то другие короносцы Там вроде бы было меньше раньше у них И хп, и щит по-другому располагался Не суть важна Давай, попробуй Исследовать укрытие И очистить темных эльдаров Это мы можем Главное, чтобы нас временными рамками не ограничивали А все остальное фигни Мне бы, конечно, взять бы вместо бы опыта Лучшее увеличение дамага Чего я тоже могу, в принципе, сделать Подарков, конечно, надарили Это все хорошо Я Только за, но Теперь у меня появилась куча ништяков Которые мне пришлось бы покупать А сейчас мы Получили за бесплатно То есть это упрощает геймплей Я не люблю, когда геймплей Упрощается, поэтому палка о двух концах С одной стороны Стало играть веселее С другой стороны проще Ну, правда, из подаренных ништяков я мало чего пока еще использовал Но раз подарили, будем пользоваться Все живут на время, джукаре Но не за долго Он сейчас пожелает В общем-то, и все Отстрелили Так, врата, я так понимаю Не уничтожить никаким образом По крайней мере Они вроде отключились Появилась метка на карте Вроде как прямая Нас ждет с вами Скорее всего, эти комнаты нам не придется заходить Потому что за ними пространство не прорисовано Значит, там нет скрытой комнаты Возбираются они по-прежнему легко Если бы у меня еще на 50% было больше дамаг Разваливались бы без сопротивления Дравигана Они разбирались бы и от мультимельта Но, видите, по площади не так Хорошо работает Хотя, в принципе, за счет Прожигающих Обилок Достаточно Мощно тоже Дамажит Оппонентов Она больше работает По единичным целям, чем По Массовым скоплениям В принципе, вот этот Выстрел Огненный По площади тоже наносит Плохой урон Перезарядка Так что мультимельт все еще Стоит с грозным оружием Особенно, когда я ее смогу Всякими там осколками Дополнительными Загрузить Будет вообще отлично Если она будет реликтовая Шестью дырками под них Будет Прекрасно В принципе, эти осколки Добываются в миссиях Да, пришлось бы больше задротить Но, с другой стороны А мне в любом случае Привется проходить их То есть, сотый уровень Надо будет набрать На самом деле Все эти осколки Они помогают Но Не настолько критично Чтобы сказать Что проходить стало Прям С ними Намного легче Он опять дает убежать Все довольно просто Если бы они здесь в этой комнате Закрыли Вот тогда это был бы челлендж Так Их много Гравиган свое дело делает Не, все-таки Конечно, гораздо по площади Лучше мельт Я сейчас просто их сравниваю Несопоставимые вещи Но по одиночной цели Все-таки Мультимирь Лучше Работает Если сравнить По медузе, допустим Примерно Так же Чуть быстрее Плюс он технику лучше разберет Единичную Типа Кроносов Или Танков Ренегатов Ну и меньше Приходится кликать То есть Зажал кнопку А дальше Главное Чтобы тебя не убили После этого Нажал на кнопку И получаешь удовольствие От геймплея Так Кто там был Что там За крутой Уолкер был Правосудие По-эльдарски Кстати Многие писали Что игра Реально сложная Но на текущий момент Я бы не сказал Что она сложная Сложная она только из-за дикого дамага мобов То есть чем больше усиления ставится, тем больше по вам наносит урон И меньше вы То есть если сейчас поставить прямо самый предел Нас будут убивать ренегаты-гвардейцы с двух пулек Мы будем каждого из них долбить по минуте Если вообще сможем убить Вот в общем-то в этом и сложность А во всем остальном, в плане тактики, она довольно стандартна То есть ее не приходится менять Ты идешь, подбираешь стап оружия, которое тебе нравится Которое эффективен с твоей точки зрения Ну и дальше разбираешь противников без каких-либо проблем Все-таки это не стратегии, где надо думать и просчитывать свои планы В этом плане здесь все гораздо проще Так, какой-то дрозок Действительный минер, парень Больше похож на инкуба Элитного Видит, когда он замахивается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что в общем-то Вся сложность игры зависит Именно вот, кстати, он глушен Смотри Вся сложность игры зависит от того усиления, которое вы выставили Если вы особо с ним не баловались, то Никаких проблем у вас не будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта Кабалка уничтожает борьбу. Почему они останутся? Что я потеряю? Эти животные очень консистентные, даже в их крыльтах. Эти Кабалки уничтожают борьбу константные борьбы между собой. И уничтожение для уничтожения лучше, чем смерть. Они должны защитить что-то очень важное здесь. Это тоже мой взгляд. Почему он проиграл? Многие уже проигрывали. Ничего удивительного нет? Он старался, но не смог. Затем в ружье удивительного наступления. Эта богатая ружья, загсиливая себя на мокрым. Это хрен-казы и мокрым. Трухотом работает. Одна из самых таких Хардкорных стратегий, которая играла В последнее время Пожалуй, это не Мортир Далеко не Мортир Может быть, да и Абиллианс Отдельная миссия есть Неплохие, которые заставляют понапрягаться Ну, а здесь играешь на расслабоне Я вот даже особо сетап не подбираю оружие Я просто нашел две пушки, которые мне нравятся И Гравиган с Мультимельтой решают Любые проблемы В принципе, любые проблемы решает Мультимельта Но она это дольше решает Потому что по площади Гравиган все-таки Боет сильнее За счет зажатой цифры 1 Так, вот обычные выстрелы, да, фигня А вот Именно луч, который Расщепляет Это сила Вот этот Местоположение цели сменилось Почти добрались, но кулятор пока не будем брать Потому что у нас Надо восполнить Единицу Сланеш Пусть потом сможем Сразу Два заряда здесь Если потребуется Думаю, что еще потребуется Самая большая Опасность Это недооценить Своего противника Я имею в виду В этой миссии Пока все легко идет С удовольствием Но По традиции Уверен, что инокулятор Придется Использовать Но ближе к концовке Когда будут Самые жирные мобы Самые мощные боссы Кстати, у нас ХП-то мало осталось Надо чуть подождать Доберемся до 70-го левела Там будем поднимать Приселение до Максимального В заданиях Плюс 10 Око ужаса, что ли Называется оно И для тех, кто Хотел увидеть Как это будет выглядеть Думаю Сладятся сполна Да, его глушанул И он вообще не двигается Подавление на нуле У него стоит И еще перегрев Ого Даже с подавлением Может кидаться С максимальным Левела 52-й уровень Очень быстро Поднимаем Припасы Ну припасов у нас Теперь Просто дофига И больше Но учитывая Сколько В общем-то Мы получаем Хлама И можно все это Разобрать Недостатка В материалах Я думаю Не будет Если это не продавать А именно разбирать Да, блин Пролезешь нигде Так, обходить Приходится Подовольно Смотрю В большой дуге Но там говорят После 70-го левела Не растет Уровень заданий Больше Вот Поэтому максимальное усиление Но мы можем Поднять до 80-го А что тогда После 80-го У нас будет На плюс 20 Превышать Текущая прокачка Уровень задания Так это будет Слишком просто Может сейчас Что-то уже Изменили В этом плане Я просто Этот перс Прокачен Больше всех И я прохожу Непосредственно Сразу И записываю На канал Дальше Я не играл И по этому поводу Ничего сказать Не могу Да, дойдем Тогда посмотрим Ну или кто там Уже до 100 уровней Прокачался В принципе Можете написать В комментах Как там С уровнем задания Будет он расти После 70-го Левела Или нет Или только За счет усиления Он сразу Встречает Гранатой Хлебальничек Еще Материалы Еще Пыточная Камера К сожалению Чуваку Никак уже Не помочь Но он сам Виноват Мог бы быть Физически активным Я бы ему помог А так Я даже Застрелить Не могу Приближаемся К точке Осталась Одна прямая Очень хорошо Еще выжаривает Мораль у них Красный И по сути Обездвиживает И блокирует Гравиган Но не всех Некоторые прорываются Даже с нулевой морали Гротеск Пока что Использовал За всю миссию Один анукулятор Больше Его не брал Но я думаю Самый жирный Босяра Будет Все-таки В концовке Не может Эта миссия Закончится Так Легко Внимание Внимание Закон Внимание Все понятно Там этот Талос Надеюсь Он за нами Не по всей карте Будет бегать Плавать Дарк Элд, как эксквизит моя хатерина. ХП, 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 надо восстановить. Слушай, по-моему, он ползет, да, оторваться. О, не туда побежал, ёлка. Вот здесь я уже инокулятор применил, не туда забежал. Бывает. Так, он не отстает. Вот, стандартная бич, мы таких убивали у губернаторского дворца. Сумасшедший, может у него какое-то вооружение особое, но у него ХП очень много, ух, 19, 20 тысяч ХП, короче. Да, тут инокуляторы те, которые остались, думаю, нам очень сильно пригодятся. Думаю, что мультимельт его разбирать быстрее. Ого, повеселее идёт. Ох, как хорошо, прям. Душа радуется, как влетело-то. Ну, вроде ничего особенного. Но всё-таки надо быть осторожай с ним. То есть лучше перестрелку начинать с полным ХП, а не с половиной. Думаю, что попытку-то нам дадут ещё его прикончить, если даже он нас как-то уронит. Лучше всё-таки без падений. Люблю переигрывать. Переигрывать это для слабаков. Шор разбирается довольно быстро. Остался сзади. Её убить. Пока он не приполз. Он уже приполз. Ох ты, как опять нехорошо влетает. Здесь, я думаю, припасы экономить стоит. Другого босса в этой миссии быть не должно, по идее. Лови. Позитив, убежали обратно. Так, уже плохо. Энокуляторы использовать не хочу. Медленный достаточно. В этом тоже есть свои плюсы. Потому что нас не догонит. Всё, остановились. Ох, что у него пушка дальнобойнее, чем наша. Нет, гравиган не тащит против него. Надо в большой комнате побегать. Здесь хотя бы уворачиваться от него есть где. А не узких проходах. Так, а где он? Полхп мы с него сняли. Нормально. Думаю, можно инокулятор тратить. Плевать. Не будем от него бегать. Стоять. Перестреливаться. Чего его, боец-то? Тут ещё есть, вон, заряды на экулятор сзади. Ну вот, всё, мы его и разобрали. Это ещё не всё. Может быть, я зря так распылился инокуляторами-то. Ладно, у нас почти все заряды есть. Семь зарядов. Семь зарядов, это хорошо. Да, что-то там было ещё за ним. Возможно, ещё какое-то подкрепление. Тут ведь они говорили, что нам потребуется даже подкрепление. Возможно. А где же наша команда-то? Чё у нас... Почему только один инквизитор вообще работает? Где его свита? Где бойцы с нашего крейсера? Почему они... Не помогают? Почему они сюда не десантировались, не телепортировались? Мне чё, больше всего надо, что ли? Так, надо быть очень аккуратным. Похоже на ловушку. Пока тут куча сундуков стоит. Нопросите таинственного пленника. Ты кто такой вообще? Какой-то Дарк. Что случилось с тобой, креатур? Ты падал от грязи? Я не боюсь сказать, что я требую вашу помощь. Даже если вы члены из-за коррекции плохого. Я Малак. И вы должны знать, что я, который гениус, кто-то из-за коррекции, кто-то из-за коррекции, кто-то из-за коррекции, кто-то из-за коррекции. Это бы достаточно нужно за это, чтобы лечь тебя вонюх. А сурсистиками, но в конце концов, понимающим, понимание. Мои работы были понимаемые для многих, и какого-то кабала о Коваре-домку присоединяло меня. Они урали меня, и уничтожили меня, До того, как я создавал их первые каталисы болезни. Я думал, что ваша форма не болит от болезни. Есть милый дискомфорт. Однако, они начали убивать вещи от меня. Мемори, способности, органы. И они уничтожили мою неволоженную бастию. Они содержали самых экстрадренных специмен. Для этого, они обеспечивают все страдания в своем велосипеде. Скажи мне, почему я должен быть осознанным? У нас есть common enemies, Инквизитор. Я, через Webway-Gate и мою костюм, Прохранители Флеша, сделаем все в нашу силу, чтобы уничтожить мази. Они были убили от этих систем. Они были убиты, если вы верите, что вы видели последнего их. Но вы не убиты, а вы? Но их уничтожение и уничтожение уничтожают их позиции. Ничего более опасного в нашей стране, чем никакого знака уничтожения. Позвольте я существовать, и я буду хералом их уничтожения. Хм, опять выбор. Или пощадить его, или убить. Вы враг моего врага, что не сделает меня союзником. Но у нас общие интересы, если вы действительно можете навредить кабалу, зубчатого лабиринта, и отпущу вас, даже если я нахожу эту идею отвратительной. Буританское решение. Я считаю, что вы, вся раса друг Харри, вредите этой вселенной. Вы были здесь пленником, и все равно вы тот же садист, сумасшедший монстр, что и ваш хранитель. Вы должны сгинуть. Ну, довольно сложное решение, на самом деле, потому что убить его, он был пленником, значит стать с ним на одну ступень развития приблизительно. Хотя, скольких он еще убьет, если его отпустить? Это тоже очень хороший вопрос. Может, он навредит своим друзьям, но он навредит и остальным тоже людям. Но, тем не менее, я его отпущу. Миссия выполнена. Я вернусь на корабль. Вы успешно выстрелили Зен-Оксу? Сейчас, я делал сильный удар в один из их уважаемых кабалов. И эти миры безопасны. Но, я боюсь, что это не конец. Легко от этого. Правильно это было решение или нет? Время покажет. Но пока я решил... Так. Он был пленником, значит, он тоже враг для них. Возможно, он нам поможет. Враг моего врага, мой друг. Как говорится. Так, вся карта исследована. Выходим. 52-й левел. Ничего нам не дали, кроме одного очка опыта. Расследование завершено. Тень Камурага. В ходе моего расследования я узнал, что правящие имперской аристократии системы Ротванг манипулируются Другхари в основном путем введения психоактивных веществ. Темные Эльдары перевозят человеческие рабы в Камураг миллионами. Человеческих рабов, может быть. И Кабал зубчатого лабиринта использовал захваченный гемункуль, чтобы создать катализаторы боли, которые они используют для сбора человеческих страданий. сломав их власть над подсектором, мое расследование завершено. И необходимо, несомненно, как Кабал, так и замкнутый круг диссонанса столкнулся с серьезными последствиями в их темном городе, где даже первый признак слабости отмечает кого-либо как жертву. 10 судьбы мы получаем и опыта 5000. И какой-то нам дали сундук. Влияние в системе Ротванг первого уровня. Наверное, там ничего хорошего нет в этом сундуке. Но мало ли. В принципе, да. Обычные сигнумы фиолетовые. Критический урон, шанс на страх, урон в окружении, урон в ближнем бою. Это нам точно не надо. Варп урон. У зеленого неплохие перки 50-го левела, но ставить я вот тоже не буду. Насчет навыков. 5% постановление на окулятора, плюс 2 к вместимости на окулятор. Интересно, к нашему это приплюсуется или нет? Потому что у меня очень мало зарядов влезает. А мне надо больше. Я так думаю, что квест закончен. Пробуждение. Поговорить с Рагной. Но сейчас опять с нами свяжется. Это Елена Гасселер скажет, ну давай там, парень, еще есть пару заданий для тебя. Вдруг Харри. Мы продолжим. Наверное. Инквизитор, у вас есть миссия от Калагари-Конклэйв. У нас было время. Я начался спрашивать, если они забыли о меня. Инквизитор, Конклэйв просит вашу ассистанцию в миссии. Мы потеряли контакт с священными архивами Раниели-Навигатор. Они и все еще и последнее информации в секторе о сетках об Сирене-Вархе, оборудования, оборудования и системы star-систем. Редакторы показывают, что их хозяйства были снижены от боевых сил. Ваши Датаволты их хозяйства наполняют информация в священном ряду. Не позволите получить в правильное место. Раниели-Навигатор задал нас об этом на их behalf. Нет, здесь задание не друг Харри, продолжается квест, уже связано с хаосом, с его нападением, и не Елена Гасляра, нам его дает, а некий Григорий Малдор, лорд-инквизитор Конклава Каллигери. Ну ладно, так, у нас есть новое задание, оказать помощь в защите Раниели Старфорта, но это уже будет следующая серия, сейчас нам надо разобрать все полученное добро, посмотрим, ничего вроде интересного тут нет, то, что прям хотелось бы хоронить всеми, так сказать, возможными способами, да, я думаю, что мы все разберем, синее, у нас будет еще больше материалов, фиолетовые в том числе будем разбирать. Вот, и на этом моменте я предлагаю завершить эпизод, к сожалению, Мельту мы так и не нашли, подожди, мы можем вообще скрафтить нашу уровню? Я уж не помню, чем тут ковать-то можем, Мельта, Мельта, Мельта. В принципе, да, мы можем скрафтить 52-й левел, ничего нам повышать не надо. Я думаю, что мы ее сейчас и скрафтим с вами под конец-то, это требует от нас 5 единиц древнего механизма, ну и вот столько-то вот там благословенного сплава, электрофрагмента и химического реагента, 30, 50, 40 и 86 тысяч, кстати, не так уж и мало. Да, она лучше, чем наша. Плюс 10 к всему урону, критические атаки имеют 18% шанс на отбрасывание, сил критического попадания плюс 11, время становления наука Мельта-взрыв минус 31%, да, хорошая пушка. Харщ-пушка, берем, берем ее, у нас тем более зеленая Мельта, а мы еще поставим фиолетовую, что-то как лахи бегаем с зеленой до сих пор. Выглядит она менее солидной, я бы сказал, ее обязательно надо перекрасить. Это мы продадим, и самое главное, ее можно теперь уже оснастить осколками, теми воет осколками всякими разными, но этим будем заниматься в следующей серии. Я тут поэкспериментирую за кадром, чтобы сейчас не тянуть кота за, так сказать, яйцами, надо разобраться, как это делается. Вот, а мы пока и перекрасим. Ну, я потом при вас вставлю в нее все, я просто так, так сказать, примерюсь. Что, она не перекрашивается, что ли? А, нет, все нормально. Будет она у нас черная. Угольно-черная. Матого-черная. Можно немного хрома добавить, но лучше пускай будет вот так. Чем темнее, тем лучше. Под цвет брони. Выглядит она, конечно, поменьше, чем прошлая. Там была прям могучая пушка. Здесь как-то попроще. Она выглядит. А если ее сделать вот такой вот... Понимаете, вид сверху не очень тут видно все эти наворота, которые мы сейчас ставим за 25 тысяч. Вот так она выглядит более богато, что ли. Можно поставить за 25. Деньги есть, я еще не залез в те кредиты, которые мне надавали сверх того, что у меня было по деньгам. Явно не залез. И, в принципе, предметы, которые мы получим в следующей миссии, я думаю, не разберу. А я их уже продам. Вот. Такие дела. Если данная серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВКонтакте. И оставляйте свои комментарии. Сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи и до новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok